Так, а у нас вторая игра. Тинни дорвался до игры. Наконец-то до игры, да. Но в прошлом его забанили, кстати, в этот расширь оставить. И не стали в этот раз давать шансов добрать сильную комбу под раскасты. Видели Феникс, взяли ту же Сайленсера. Ну, получается, Зай у нас снова будет играть Фениксом и Ебзор на Эр Спирит. Скорее всего. Потому что Пупей вроде как не особо Фениксом играет. Не сомневаюсь в его способностях, и что он может сыграть Фениксом, но практика показывает, что именно Зай играет. Я даже не сомневаюсь, что он может на Земель сыграть. Но так как Ебзор, он не сыграет. Это правда. Да, Ебзор персонаж хороший, но он, кстати, на этом турнире не так много катается. На Земель имеешь в виду? Да. Да, но у него есть, знаешь, там вот Рубик, он не так часто может появляться. Но на нем он крайне хороший. Есть вот Земель, но не так часто. Но вот он, там Джерекс, пара китайских любителей Земель, тот же Бабока, например, у нас присутствует на турнире. Дай им только пару минут, руки вспомнят, и они будут разрывать. Бульба на пару с флаймом за команду Evil Genius'у спикают, причем, видимо, Бульба там дирижирует. Причем, ну, всеми пиками, то есть. Да, видишь, что скрита убрали все вот эти вот обязанности что-то делать. Сидит, отдыхает. Да, 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 расслабился все вот. На его плечах меньше груза, меньше ответственности. Теперь он просто нажимает клавиши, и ему, я думаю, очень комфортно в такой ситуации находиться. Ну, по некоторым прошедшим матчам на этом турнире аналитики отмечали, что ему это однозначно пошло на пользу. Да, да, все так. Очень тяжело играть, допустим, в скорпозиции, и неожиданно выясняется, что тебе нужно. Мне просто интересно, как операторы вышли на такую картинку, зачем они это сделали, наши зарубежные коллеги. Вот, очень тяжело перепрофилироваться и начинать говорить, ты атакуешь сюда, я беру вот это, объяснять, готовиться. Когда по-хорошему все же тебе нужно, это запустить паблик, скатать там три игры за земелью. Ну что с Террар Блейдом будем делать? Давай перечислять. Вот Ира. Будем делать. Это лучше, это лучше, чем Дровка. Вивер просто хороший. Это лучше, чем Дровка. По большей части всегда хорошо заходит, его можно брать, в принципе, если у тебя ферст пик, можешь даже вивером открываться. Его всегда можно сделать не кэрри, например, а там тройкой или четверкой, и заставить его собирать не ДПС-артефакты, а, например, там аганим. Я знаешь, что я тебе скажу? У нас не так много хороших игроков на Элдер Титане. Но Крид один из них. Можно было бы пробегнуть. Можно, причем есть шанс, сейчас тут Сайленсер на пятерку и, пожалуйста, добираешь. Так а Сайленсер, это и так пятерка. Да, пошел Тинни, там, сложный лимит куда угодно, и, пожалуйста, вот тебе. И лайнап неплохой, тот же Нвертин и Элдер. Магического урона много. Вполне, да, и по игре потом Сайленсер на ТБ будет всегда чем разговаривать. С ТБ будет страдать. И туда еще Зевса. Ооо, прям. Я уже прям вижу. Нет, я бы с такой игры сразу вливал. Ну, Террор Блейда, да, Террор Блейда сложный. Я вам прикинь, вот на секунду представь. Вот ты ТБ, приходишь на легкую линию, там Тинни, Элдер Титана, а в центре Зевса делают ФБ. Я думаю, что Зевса будут секрет банить, если... Если до этого дойдет? Если Титана все-таки ЕГЭ пикнут, то Зевса, наверное... Они, конечно, и так могут Зевса забанить, потому что даже Зевс без каких-то дополнительных персонажей Террор Блейда очень сильно мешает. А если там еще Титан появится, то, ну, тут... Ну, это да, но, опять же, сейчас есть Земеля, Земеля, сам понимаешь, часто приезжают у нас в центральную линию, и Зевса очень плохо переживает такие по подъезду, и можно просто взять какого-то доминирующего. Алла, ты, кстати, вроде у Сикрет, да, в этой игре. Да, да, вот опять Винга, кстати. Не появишься в прошлой игре. А Сникер в бане. Дожила до этой. Ну, на самом деле, Винга чем хороша? То, что у нее аура процентная от белого урона. А чего много у ТБ? Как раз-таки этого самого белого урона. И вот бустировать там не 20 урона, а 120, это на самом деле замечательно. Делают... Как они это делают? Ну, почему Луна-то? Не знаю, да. Представляешь, что ты ТБ, и ты делаешь одну клавишу... ЕГ сегодня обыгрывали Луну. Ну, как там, одна клавиша контрится другой клавишей, например, мантой, как правило, ну, должна все-таки быть. Да, но, опять же, берешь талант и просто обновляешь по кудоуну. Вот Луна сегодня Террор Бейда обыграла благодаря тому, что просто перефармила. Наверное, это и будет делаться. Это можно попробовать сделать. Так любой другой герой практически может. Если у тебя на один слот больше, то почти любой другой кэри сильнее любого другого кэри. За малым исключением. Ну да, за малым исключением. За малым исключением. Когда мы говорим совершенно о каких-то контрпиках, да. Ну, например, Сларк и Воид. Вот приходит Сларк. Это ТБ Лайвстилер. ТБ Лайвстилер тоже, да. То есть, вот есть такие варианты. Но Луна Террор Бейд к этим героям не относится. Если у Луны на слот больше, чем у Террор Бейда, она, в общем-то, чувствует себя комфортно. И Террор Бейду не так-то просто с ней справляться. Самые, я так понимаю, популярные баны, да. Вот нам показывают сейчас для Сикрет, кого бы можно... Ну да, что они могли бы забанить вот в этой стадии. Ну, самое, наверное, адекватное — это Зевс. Зевс звучит как хороший план до крафта. Но, опять же, когда ты играешь в одного кора, я не припоминаю ситуацию. Хотя, ладно, Вивера, наверное, можно переодеть. Либо Вивера, либо Тинни. Ну, Тинни, видимо, уже Саппорт четверка, судя по всему. Пожалуй, соглашусь с тобой. Бэтрайдер вот так вот убирают. Почему именно Бэтрайдера? Ну, потому что... Ну, просто... Знаешь, кто бы из них мог пойти сейчас вот в текущий мид и быть там полезным, учитывая, что у противников флоспик? В текущий мид может пойти Тинни. Ну, пример. Вивер может быть четверки. Так-то при желании, прям при большом желании Бэтрайдера, то можно место найти в этом пике. Просто это, правда, немного странно. Может быть, это что-то из праков, из кавешек. Даже неважно, там, праки, кавешки и все прочее, потому что у тебя уже есть финга, который вот при получении 6-го левела, да, этого Бэтрайдера щелкал бы на раз-два. Хотя, возможно, он вспомнил китайские знаменитые стратегии, когда у тебя есть Бэтрайдер-сайленсер, и ты просто вытягиваешь под глобал кого-то и не даешь шанса засейвить. Может, кстати, такое быть. Бэтрайдер прям совсем забытый герой сегодня. На Reddit я видел какой-то пост. Его брали сколько-то на квалов, на тот же ESL, например. Что там его меньше всех берут. Да. Иногда он, конечно, появляется. А герой-то, кстати, неплохой, вот все вот эти, знаешь, вот эти вот всякие Огры, вот эти Аксы, вот эти четверки, пятерки, они так страдают от этого Бэтрайдера, они вообще ничего не делают. И вот следовало бы Бэтрайдера вспоминать почаще, когда вот ты видишь пятерку Акса, например. Ну и стандартная Лина для СССР. Стандартная Лина для СССР. Могли бы, вот Зевс, все-таки, лучше было бы. Имхо. Зевса можно переиграть, Лину переиграть уже нечем. Да, но Зевс куда полезнее, потому что ты все равно, вот, всегда, если не рассматриваешь игру только на линиях, а смотришь на мидгейм, лейтгейм, заход на хайграунд, лучше Зевса для дефа, вот, хайграунда просто героя не существует. И инвокер ласт пиком от Сикрет. Сегодня ЕГЭ похожим драфтом выигрывали, Террор Блейд, у них тоже была Лина плюс Луна. Лина брала Аганим плюс Спелл Амплификейшн. На 20-м было очень тяжело играть, когда у тебя просто половина стэка отъезжает от одной лагуны. Я думаю, что ЕГЭ попытается повторить это. Осталось все это выформить, посмотрим. Я за Сикрет. Ну вот на первой карте мы тоже посчитали, что пики, в принципе, достаточно равны, и все решилось вот по началу игры. Здесь можно сказать, что то же самое, или все-таки чей-то пик выглядит посильнее? Я все за ТБ, всегда за ТБ. Болеть всегда за ТБ, это, в принципе, правильная позиция. Но я хочу, чтобы выиграли ЕГЭ, поэтому пускай будет ЕГЭ. Пускай будет ЕГЭ. У меня нет подводки, но, друзья, горячая штучка. Это сочный мясной заряд для тех, кто любит поярче. Ставки сделаны второй матч серии Best of 3 прямо сейчас, а прокомментируют его для вас Адекват и Фростнова. Вам слово, господа. Да, действительно, всем привет. Этот матч по Доте для вас прокомментирует КМС по шахматам в прошлом и Гроссмейстер по шахматам в настоящем. По-моему, логично, Ян, как ты считаешь? Привет. Да, всем привет, всем добрый вечер. Ну, по-своему, логично. По-своему, логично. Ну, зато теперь где-то первый разряд в прошлом по Доте, а ты уже Гроссмейстер по Доте сейчас. Ну да, 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 да. Будем смотреть, друзья, в шаге от вылета у нас находятся ребята из Evil Genius, пора собираться. Эти ребята показали в групповой стадии, что они играют всегда один-один, проиграв первую карту, обычно выигрывают вторую, или проиграв, точнее, выиграв первую, проиграв вторую. То есть ждем, наверное... Выливая команда. Выливая. Может собраться, может дать отпор, и мы на это очень надеемся, потому что сегодня какой-то довольно скучный день у нас получается в плане результатов. 2-0, 2-0. Даже Ян не ожидал, немножечко не успел на первую карту из-за этого. Да. Поэтому здесь... Прошу прощения. Здесь хочется вот чуть-чуть побольше интриги, наверное. Ну, конечно, конечно. Ну, они уже в группе между собой сыграли один-один, насколько я понимаю. Да, все верно. Команды, да, так что, ну, надеюсь, что в этот раз один-один они не сыграют. Третью карту мы увидим. Да, было бы неплохо. Это было бы отличным завершением сегодняшнего игрового дня. Ну, посмотрим. Драфты в этот раз аналитики сказали, что неплохие. Даже некоторые наши аналитики сказали, что и Evil Genius лучше. Немножечко. Отпикались, скажем так. Так что за исполнением, за исполнением отправляемся в бой, друзья. Посмотрим за этой картой. Ну, довольно интересные линии. Опять, мне кажется, ЕГЭ пикнули с упором на то, чтобы выиграть линии, как и в прошлой карте. Они взяли дровку. Ну, в общем, получилось точно, если все дано оборот. Ну, вот в этот раз у них есть, ну, довольно плотная контра для Феникса. Ну, в общем, не знаю, усиленная медлина против инвокера. В общем, очень хороший лейнер Луна, которая дает, в принципе, свою пассивку. Ну, посмотрим, посмотрим. Опять же, Secret показали, что они довольно интересно могут расставить линии. И после этого просто-напросто, что называется, полный аутплей произвести. Это да, вот в аутплее они были весьма хороши в карте под номером 1. Вообще никаких шансов не оставили противнику. Надеюсь, что CNC будет здорово себя чувствовать действительно в центре против инвокера. Это очень важно, чтобы ваш мидер на таком активном персонаже, ну, получил какой-то базовый старт. Ну, пусть даже не суперсовершенный, но какой-нибудь стандартный хороший старт. И путешествовал по карте, избивал Террор Блейда, там, да, избивал других героев. В общем, поносил какой-то импакт, потому что в прошлой игре CNC был, мягко говоря, незаметен. Как и, в принципе, вся его команда. Ну, Террор Блейд, на самом деле, лакомый кусочек для Лины до, наверное, где-то минуты 25, когда у него уже появляются довольно плотные артефакты на статы. То есть, тот же самый Дрэгон Лэнс, там, я не знаю, Монта, то есть, смотря, какой бит он избирает. Вот Вивер пытается украсить руну, и нет. Не Пупея не перекликал, а вот нет, едет ли? Ну, я думаю, нечем особо его убивать. В принципе, Пупея даже не вкачал пока стан, видимо, бережет скиллпоинт для того, чтобы вкачать волну, хотя, кто знает. Да, вполне такое возможно. Идут прямо на нишу, посмотрите, крит вместе с флаем, крипы. Что происходит? Крипы не агрятся, ниша бедняжка. Террор Блейд. Какая же мягкая, какая же приятная цель, этот Террор Блейд на старте. Хотя метаморфозу вкачает, но что Теплая тоже достанется, довольно опасно. Ну, вот так вот. Решили всерьез его, Джиннису, взяться за противника. Причем, обратите внимание, они в очередной раз ставят агрессивную Треплу, как и делали в первой карте. Ну, верят они в этот план. Ну, Трепла с луной действительно, по идее, Террор Блейду здесь фармить не придется. Все-таки он, ну, вот хотел сказать, что он не рейнджи, не стреляет, но только что он вкачал метаморфозы, он начал стал драморфозом и будет стрелять. Ну, опять, это не так часто, раз в три минуты на 30 секунд. В общем, легкой жизнью ему точно здесь не грозит, но тем более, что Тинни с деревом очень такой неприятный персонаж. Его не могут перекатить ни свои, ни чужие. Да, это правда. Конечно, самому Террор Блейду, может быть, не столь опасно, потому что количество броню Террор Блейда, ну, просто какой-то феноменальный 11, я даже не знаю, у кого больше, и пробить с руки его будет тяжеловато. Но вот магии Флай накидывают курсу, и ниша, мы видим, страдает. Конечно же, взяли побольше регена, много танго, есть хилинг селф, так чтобы потерпеть. Ну, надо сказать, что с первой своей формы вообще почти ничего не добил. У Террор Блейда всего лишь один добитый крип, и это до некоторой степени провал. Но, честно говоря, может быть, нужно радоваться даже малому, даже этому крипу, но в ближайшие, я так понимаю, минуты 2-3 не подойдет Террор Блейд к крипам, потому что я не думаю, что кто-то из саппортов команды ЕГЭ покинет эту линию, вот будет такой планомерный отспам через Керсов Сайленд, через дерево. Подтянется сейчас суппорт, вот такой вот суппорт езжает, Ебзор внезапно здесь оказался на этой линии, и, как-то, по-моему, неудачно он здесь ворвался. Встреча шикарная получилась. Мне кажется, отлично ворвался, даблкил для кого? Даблкил для Артизи? Нет, уходит. Нет, Килинг Селф, Ниша прячется. Найдет, найдет. Обманул Артизи, он обманул, это в полях. Нет, он ударит его, и еще будет, и еще будет, не, но все-таки не выживет он. 0-2, а Винга, а Винга, нет, Винга уходит на ноге, и у Винги еще 7 стиков есть. Ну, на самом деле, не очень хороший вырыв, в том плане, что стан Винги это очень мало урона на первых левелах, ну и Террор Блейд, конечно, совсем-совсем не боятся, особенно без формы. Вот проблема у Лины, Лина, видимо, отъезжает под коллстепом, пытается выжить. Лайер, тычку в спину, еще одну нужно прописать, и обзор идет до конца, до конца на Килинг Селф, и обзор ошибается. Ошибается еще один килл в копилку команды ЕГЭ. Рановатые Сикреты пытаются вот сразу взять под свой контроль эту карту, немножечко левелов нужно, побольше раскачать там станчик в Энджи Фолл Спирит, чтобы появился, чтобы у инвокера были спылы получше, санстрайки какие-нибудь. Дайте возможность тому же Заю на оффлейне взять себе левел на Фениксе. В прошлый раз именно так удалось выигрывать линии, за счет того, что Феникс перемещался и Гангл. Ниша страдает, убежит, убежит, наверное, да, отпивается Флаской. Ну, в общем, развели, кстати, Лину в меде на Фласку, да, то есть относительно хороший результат. Но, конечно, уже прилетел, наверное, Линни Боттл. Контр-атака от команды Team Secret и, видимо, заберут Флайя. Ну, Флай такая, на самом деле, не самая приоритетная цель, поскольку Артизи все это время фармит, и у него уже 11 на 11, очень красивый крипстат. Вот, но, тем не менее, он не является лидером. Есть у нас еще медиалина 19 на 4, ну и, в общем, по линиям пока, в принципе, все очень неплохо у ЕГЭ, да, то есть, ну, я только не очень понял этого мува внизу, зачем они зашли за Тауэр, побежали между крипами сейчас. Напугать? В самом начале? В самом начале. Ну, да, немножечко не дать подблочить крипов, чтобы крибы прошли чуть подальше и встретились там, где-то в Выгоднолуне, подамажить Эррор Бейта, для начала выбить реген, то есть, очень много было опций полезных. Это сейчас довольно стандартный такой мув, многие предпринимают, особенно, когда у тебя агрессивная триплата, ты должен агрессировать прямо с самого-самого начала. Так и получилось. Да, и пока, действительно, Лина в центре чувствует себя комфортно против инвокера, Лину убить не удалось, Лина на развороте сделала килл, то есть, старту с Синси более чем комфортно, и вот именно этого, действительно, Evil Geniuses и не хватало. Так что ждем, ждем, ждем Синси, ждем твоих первых выгодов. Хорошую руну нашел Эрр Спирит, и, правда, реализовать ее не представляется возможным, он стоит в миде, но курицу уже ждать бессмысленно, уже давно третья минута закончилась. Ну что же, Лина, скоро что-то и левел или нет? Когда будет первый ТП-ганг, или будет дофармливать первые какие-то ключевые артефакты, может быть, там пару нулей, Физы и Виндлейс. Ну, пока Лина стоит, там шестого уровня все еще нет, и вот Ебзор ищет момент, чтобы загангать, и видит Синси там буквально по радиусу, по краю радиуса как раз-таки пробежался Ебзор, его стало заметно, ему стало видно, поставил Барт, ну и ищет возможность Синси подловить. Надо как-то помочь Инвокеру. Ну вот из-за того, что хотя бы он там находится, все равно Лина чувствует себя не так комфортно, и немножко оттягивается к своей вышке, в результате Инвокера добивает больше крипов, что уже, в принципе, плюс. Ну, снова заюзал форму Терреблейд, опять, мне кажется, где-то может пофармить 3-по в лесу, но вот подставился, поставил Сайленсер, и сейчас хорошая возможность реализовать форму, неплохой бодиблок, но вот уйдет, не уйдет, нет, не уходит, наверное, флайк как-то... Надо добивать, надо добивать. Ну, тут развернулся, конечно, не поверился. Дерево, дерево, дерево помешало, и просто на ноги уходит. Ну, вот, так тоже может быть, но очередная форма ТБ уже третья по счету, да, она мимо. Как бы сейчас он сам не отъехал, только второй левел. Как-то в Даглую выходит, прямо через тавр противника, и Ортизи пошел до конца. В Ортизи нет, конечно, ультимейта, но бьет с руки он здорово. Так, сейчас еще какой-нибудь бим прилетит, но вот так вот, да, и стан. Как же вовремя, ПП оказался рядышком. Отличный тайминговый стан. И еще и под подиблочил немножечко. Но Тинни, Тинни, наверное, волшебное дерево залетает, и сейчас будет тост, да, и, видимо, еще Винга отъедет. Нет шансов никаких уйти у Пупея. Интеллект, интеллект, интеллект. Зарабатывает флагерит, делает двойное убийство. Да уж. Ну, инвокер более-менее. Мы видим, что Изай, в принципе, против Вивер тоже не так комфортно себя чувствует. Пошли спирицы, сформы навесил Изай. И так, Пупея рядышком, есть шикучий УС, и он уйдет. Да, как-то нужно, наверное, с Игритом немножечко поаккуратнее играть. Все же, стоять под своей вышкой, возможно, террор бейду. Не лезть вот в эти какие-то аркадные мувы, и, ну, посмотрите, как он сильно потерял в своих деньгах. У него 1100 всего лишь на Творца, третий снизу. Очень мало. Ну, пока он не подходит к крипам все-таки. Да, абсолютно не подходит. Ну, по идее, должен быть какой-то спейс от тиммейтов, да, в такой ситуации? Спейса тоже нет. Ну, вот спейс заключается в том, чтобы уйти на другую линию и постоять в сложной против Вивер. Ну, Вивер 100 левел, и даже Вивер соло может напрягать эту даблу. Запросто, ну, вот сейчас, сформы, попытка выйти на Лину... СНТП, ЕМП, Остана разворотил, Огона Блейд, обзор впитал, стики прожал. Синси не добивается от Мидвана, и Мидвана сам сейчас под замедлением. В спину использует Веррифайр, Стан очередной, Синси мимо. 16 стиков, 16 стиков, должен он жить. Но Синси, как тот не попал, там остановит, неприятно. Вот из-за пошел соло, действительно, добивает. Да, вот, замечательно развлекает. Еще есть ульт у Вивер, на всякий случай, если будет опасно. Ну, убил и прохарасил очень прилично Террор Блейды, так что Террор Блейду, ну, все-таки у Вивера поначалу очень много вот этого мелкого магического урона от Шукучей. И жуки едят, так что 16 армора, если кто-то там у него уже есть, не спасет. Выход на Феникса, очередной килл на Фениксе. Или нет? Подожди, подожди. От кулдаунился у него и Карус Дайв, такое ощущение было, что после драки, после драки внизу, может быть, еще, после драки наоборот, на сложной линии у Радиент, может быть, еще кулдаун остался, но нет. Ушел и немножко регенился. Ну да, и стики были, и рейндроп был, поэтому... Да, и рейндроп спас, конечно. Безусловно. За и пока все равно здесь, конечно, остается. Обходит его и теперь... Бим и Крит, Сбирицы, ну, как против всех драт, еще Артизий Ультимейт был, два Бима с Ультимейт и очередной минус. 7-1, 2000 преимущества, 4 топовых нетфорса из 5 принадлежат игрокам и Билджиниусус. Ну, жесть, секреты, конечно, отвратительно стартовали эту карту. Надо терпеть. Ну, минусы-минусы, когда пикаешь Тереблейд, в принципе, нужно быть готовым к тому, что линии поначалу будут проиграны, потому что Тереблейд очень зависимый герой, ему требуется очень много помощи, тем более против такой агрессивной триплей с большим количеством спама и нюков. А это правда. То есть тот же самый Тинни, который может даже дерево кинуть на первом левеле и подстанет и мало не покажется. Ну, да, тоже нюк своеобразный. Ну, вот Мидван начинает подключаться к своей команде. Первый такой его выпад на нижнюю линию. Топовый нетфорс, делал ганг. Ну, хорошо, все, видимо, в руках Мидвана. Он будет теперь спейсить. Вместе с Ебзором можно путешествовать по карте и делать фраги. Вот Синси, правда, первый раз выбить не удалось, конечно. Это довольно сильно. Темп сбило тому же Ебзору. Но можно снизу поразвлекаться. Да, находят сверение Мартизи и Карлс Дайв, спирицы. Но там опять, смотрите, сейф от ЕГЭ. Похоже на байт Мидван. Что делать? Торнадо отбрасывает, но потом попадает. Мимо, мимо. И, видимо, умирает Млокер. И, видимо, Фениксу тоже отсюда не уйти. И очередные два интеллекта мы сейчас увидим для Санитера. Может быть, это дадут фрагу Артизи? Так и есть. Да уж. В 8.55. В принципе, если за минуту они не потеряют свою доминацию на этой линии, заберут обе баунтируны. В это время С-4 делает просто грязь. С двумя героями. Солок против двоих, подвижки. Ну, а что они ему сделают? Пупи застанет? Ну, окей. И снова. 11 на 2. Да, очень тревожно. Причем, вот у ЕГЭ, понятно, поставили агрессивную треплу, поставили на этот раз получше линии. Но, с другой стороны, Сикреты видели. И это видит, что они уже несколько упускают нить этой игры. Они все равно продолжают играть суперагрессивно. Сами нападают. Они проигрывают по левелу, проигрывают по начальным шмоткам. И все равно идут в какие-то непонятные размены. Тот же Мидван, там, куда-то вниз, под Тир-1 вышку к противнику. Очень странно за таким наблюдать. И пока похоже на вторую карту, однокалиточную, но теперь уже с другой стороны. Что довольно странно. 5 тысяч на 10-й минуте, потому что как это много. Сейчас еще и баунтируны, наверное, отдадут. Ну, квас-вексовый инвокер. Я не знаю, по идее, он должен использовать начальные такие небольшие кулдауны на скиллах. Но вот снова выход на лину. На вид все делают идеально. Маны нету. И камень мимо. И сейчас опять на развороте. В очередной раз мы это увидим, нет? Не сумел, не получилось тоснуть его под вышку. Или, может быть, не стал, пожалел собственную лину. У Син Си не было там Лагуна Блэйд. Поэтому фрак сделать не удалось. Очень удачно, очень удачно заходит С4, ворует Инвиз. Ну, тут тоже. Гост Волк. Ну, а там где-то Флайзайя убил. Очередной интеллект в копилку Саленсера. 2.12. А сколько сейчас баунтирун забрали на 10-й минуте? Мне кажется, все. Нет? Или, нет, ну, наверное, одну рунну все-таки... На пупей забрал там, я вижу. Ну, полная доминация пока что, но... Не знаю, Луна уже, кстати, довольно плотный герой. То есть вдвоем ее убить не смогли. Тем более, что очень удачно на нее забайтили. И смогганк реализовался просто в минус 2 на саппорте Фениксии, что гораздо более важно на медовом инвокере. Ну, вот, очень неприятный отспам. Не знаю. Саленсер только делает, что спамит. Но, в принципе, такой уж герой. Вот это совсем, конечно, нехорошая ситуация, когда твой мидер на 10-й минуте стоит под тирадин-вышкой в инвизе и байтит на Феникса. Вот это вот, конечно, забавный расклад. То есть очевидно, что медвану нужно фармить и прилетать тогда, когда начинается уже трака, а не ждать этой самой траки где-то по таворам. Он теряет сейчас в деньгах, он теряет сейчас в экспе. Но стоит. Неужели буду траться? Ну, там слишком много героев и влджиниусах. Нельзя идти вперед. Вот сейчас на развороте. Окей, колдснэп. Пошел. Есть ЕМП. Точно, флай должны минусовать, минусали. Теперь можно лететь, и Карус Дайв ставится Супернова. То стоит Крит Ебзора. Должны не отпускать еще и Крита, и это два минуса для Стикерта. Теперь все получилось. Да. Использовали ульт Феникса, использовали появившийся ульт у Эрф Спирита. И, в общем, два ульта, в принципе, неплохо очень подрались. Забрали четвертый и пятый позиции. Ну, что? Небольшой камбэк. Ну, и при этом самое главное фармить Эррор Блэйд в центре. И это самое важное, да? Потому что вот Нетворс у него поднимается. Там был шестым, теперь пятый. Все очень, конечно, и сильное отставание той же Луны. Полторы тысячи. Но нагоняет, нагоняет потихоньку ниша. Ему нужен простор, ему нужен Space. Именно такой Space, который вообще подарили секрет. А на развороте опять Стан неудачно, Син Син. Вот эти Станчики, которые не летят у него в нужные персонажи. Прям буквально чуть-чуть не достает от противника. Так неприятно, так обидно. Медван. Лагуна Блэйд, Ракон Слейв, ЕСТИКЕ, ТОСТ, ПАД САЛЕНСЕРА. И... Ну, добьют. Да, наверное, сейчас еще будет Ластворд. Ну, и так хватило. И тычка судьбы долетела от Лины. Ну, что, если Лина не попадает, всегда может попасти. Не ТОСом. Ну, вообще Верняковый. Верняк. Да, полный. Зай. Проблемы большие у Зай. Я думаю, это огонит его С4. Да, шириной килл для Вивера. Вивер... Всего лишь килингсприт. Такое ощущение, что фрагов 6 уже сделал. Соло. Так, ну здесь еще, на всякий случай, Венжи Фуспирит. Забрали в центре и будут забирать вышку. Да, вот Зай играет на Фениксе, ровно так же, как он играл в карте под номером 1. С одной большой разницей. В предыдущей карте его команда бегала по всей карте, всех уничтожал и перефармливал. И он мог себе позволить умирать. В этой карте уже вот такие смерти, они непозволительные умирать в соло от Вивера вообще нельзя. Но так происходит. Мол. У Луны. Все-таки разные возможности. Там 12-й левел Вивер против 6-го уровня Феникса. Окей. Феникс даже, мне кажется, и Сиитом не сможет от Вивера уйти из-за джеминит атак. Ну тут еще и башня отправляется в копилку ЕГЭ. Ну, пока полная доминация, да. Три вышки уже, да. А, и, кстати, Дрэгон Лэнс уже появился. А все хорошо. Все замечательно. Восемь тысяч преимущества. Плотный сотовый Вивер, который, в общем, очень больно бьет. Вот и, на самом деле, даже нечем пока что убивать крайне неприятный сфорум, который на 13-й минуте 4-го уровня страшно будет пробивать. Врыв пошел. Ну, это, наверное, минус санитер инстант. Ну, Тинни просто уходит. Нужно продавать тиммейта. Ну, вот и сейчас можно на развороте подраться, потому что... Торнадо хороший, слышно, встретил сейчас Мидван. Да, спас положение, потому что Тинни мог бы и ворваться. Ну, вроде фраг сделали. Это ганг. Он результативным оказался. Но, с другой стороны, давайте посчитаем затраты по ресурсам четырех персонажей. Потраченный расходник в виде смока и в ответ убийство Саленсера пятой позиции. Кстати, а кто съел Том оф Нолледж у Сикретов? Просто, бедолага Пупей пытается оформить себе шестой уровень и свап, но пока никак не может этого сделать. Зай, похоже, да? Зай. Да, ему было важнее Зай или, может быть, Орк Спирит тоже. Ну, скорее Феникс, да? Наверное, самый важный у него ультимейт в команде. Он Феникс, а второй на Твор снизу. Просто какой кошмар. Нет денег там. Сапога даже нет. И взор в Инвизе. Есть инфа. Увидел все. Амидван готов встречать. Подтягивается к ним еще и Феникс. Строем можно, в принципе, неплохо контр-инициировать. Потом Флай увидели Ебзора. Ебзор проказ полный получает сейчас. Успевает кинуться камешком. Есть ЕМП. И Ебзор полностью выкастовался, конечно, но он погибает. Торнадо Саленсера должны будут добивать. Амидван издалека. Нет, не добивает. Урна висит, но она не добьет. Чирилет побежал на перехват. Никого не поймал, потому что, ну, Ебзор забежал на Сен-3. Слишком он в себя поверил. Ну и просто уходит, да. То есть, в принципе, один из минусов этого квас-фексового инвокера, что, в принципе, три коста у него есть. После этого он в следующие, там, 20 секунд он бегает. Ничего не может дать. Все же, да, ну. Тут, походу, не дождался кулдаунов, тост и очередной фраг. Ну, девятый уровень Террор Блейд. Не так у него все. Здорово. Абсолютно зеркальная карта. Да, ну, нечего, на самом деле, добавить. И вот пытаюсь я найти хоть какие-то моменты для камбэка от команды Сикрет, но я просто их не вижу. Ну что, Террор Блейд раскачается? Да никто не позволит. Рано или поздно Билл Джинниус сейчас просто берутся вместе, пропушат Террор 2, заберут Рошан, Аегис, и Луна зайдет на хайграунд, снесет все. Ну, сейчас Террор Блейд пойдет наверх спритпушить, потому что явно собрались забирать Т2 по низу. Конечно, в этом случае Т1 на топе будет довольно уязвим. И Террор Блейд, думаю, с формой будет пытаться запушить. Тем более у него почти что есть уже Драгон Мэнс. Ну вот, не видит никого на карте, попаивается, но сейчас поймут, что надо Террор Блейд играть более агрессивно. Ну, более вот там скан был, как раз, и Ебзор прочитал местоположение противника, поэтому чуть спокойнее может действовать Террор Блейд на топе. Ну, нельзя, правда, исключать возможности цепь ТПшки. Какая-нибудь шальная ТПшка, я не знаю, от Луны, от Лины, например. Лина может снова делать, правда. Правда, на Лину сейчас нападают сами. Ебзор в очередной раз, есть Global Silence. Ну, напейтесь, Синси, хоть один разочек, и есть Юл. Там пока сейвит себя. Добивать надо Синси. Успевает расхастоваться в инвокер перед своей смертью, один в один. Сразу сейв ТПшечка от Пупея на базу, чтобы защитить себя. Удается это сделать, и Ебзор Бимом останавливает его Роллинг Болдер, и он тоже погибает. Да, перед этим он спас от смерти Пупея, но сам умер. Очень красиво он сбил анимацию Бима Луне. Да, ТП вот делает на низ, и, кстати, да, башню на низу, тоже, по-моему, успели ее собрать. Да, по-моему, разрушена, да. Да, разрушена, ну, Синни легко пушить, ТОС очень сильно дамажит, и Дерево, конечно, очень сильно дамажит структурой. Да, и Луна там с Момчиком тоже приличная скорость атаки. Очередной размен, в принципе, в целом в пользу ЕГ, но все-таки 2 в 1, но мидер на мидера. Конечно, очень сильно зарешал то, что успела Луна в последний момент на 50 хп ультануть Винвокера. А это как Снежный Ком. Ты вот один раз попробовал Луну убить, не получилось, она на развороте сделала фраг. Второй раз попробовал, опять не получилось. И с каждым разом ты пробуешь еще разок, но она становится все жирнее и жирнее. Да, кстати, выходит в БКБ. Луна у нее, ЕУЛ, БКБ, замечательная выживаемость. Опять попытка убить Лину. Ой, какой камешек! Ебзор просто четкий, станы с мерку. Но все в разных персонажах. Шикарнейшая драка. Ну вот, кстати говоря, появился обзор в единичку у Винвокера и сразу же очень хороший зашел Бласт. То есть, ну, в целом, конечно, да, эту драку сделал полностью, целиком полностью ебзор. То есть, в принципе, идеальный стан, идеальный Сайленс. То появление БКБшек Эрспирит будет мучить серьезно, ЕВЛ Джейнусу за место. Ну, причем, БКБшки, в принципе, пока только в работе. Что у Луны, что у Лины. Остальные герои пока что, я думаю, не собираются у них выходить прямо сейчас. Ну, могли немножко попушить Тер-1, но там Сайленсер распугал всех одним Керсов Сайленс. Так что все разбегаются по линиям, и Террор Блейд идет подформливать дальше леса. Ну, хоть какие-то артефакты появились. Так, ну вот, может быть, попробовать, а? Все-таки вот этого парня, который слишком нагло фармит в соло в чужом лесу. Мид-1 останавливает его, замедляет Феникс, но тут уже, конечно, она обратит на себя. Калтета противника ставит на Супердом, в те времена ставится камешек. И станчиков сверху накрывает Венжи Фоу Спирит, есть убийство, и Мид-1 срывает Стрикс противника. Неплохо, хороший ганг. Легчайший фраг, но единственный вопрос, зачем Феникс прожал яйцо, мне кажется, вполне хватило бы бима по такой игре, потому что под Клснэпом Луна не смогла бы ходить. Но совсем, видимо, уже сайвована, в случае, если будет контр-инициация, сразу уже иметь на готове стан. Ну, конечно, Артизий немножко себе много позволил, скажем так, потому что фармил чуть ли не под Вардами, а во Варажеском лесу. И, конечно, когда увидел уже Ауру Гост Вока, бежать было уже поздно. Было действительно поздно. Ну, наглость. Он поставил Вард, там вот снизу стоит, на нижней линии как раз-таки. И он думал, что этот Вард ему все покажет, все расскажет, однако нет. Бегает Мид-1 в инвизи, это нужно понимать. Он Куас-Векс скинмокер, он будет быстро бегать, он будет часто бегать. И он будет давать информацию. Глобал Саленс пытается убить инвокера. С дабл-дамеджем исходит до конца, тычка в спину залетает, но есть тик, и Мид-1 взрывается. Ластворд сбит Сформ, себя выжить! Во что бы ты ни стал, и выживает. Он на развороте камень, Саленсера будут забирать здесь. И, конечно же, под Саленсом оказывается тот самый Вивер, который успел дать темблэп. Все-таки уходит под шокучами, будут ли встречать Торнадо неточные. Заявитель Торнадо уходит, уходит Сформ. Надо сказать, что он здесь один, один против пятерых. Ему здесь совершенно нечего ловить, несмотря на дабл-дамедж. У него уже есть, кстати говоря, подфармить и против иллюзий выход в Майлшторм, и, возможно, потом в Мионер. Но, вообще, я не очень понимаю Артизи, почему он так долго оставался внизу. В принципе, его лес, если бы фармили два леса одновременно, это было бы вполне объяснимо. Он забирает деньги у соперника, не отнимает их у своей команды. Но, в целом, не очень такой сейчас, на самом деле, фармящий пик у ЕГЭ, за исключением той же самой Луны. Все остальные бегают и дерутся, и, в принципе, я думаю... Ну, может, был Сливови просто фармить. Конечно. Или свою линию какую-то. Ну, конечно, да. Ну, тот же самый Вивер, он, в принципе, успевает делать и то, и другое. Но, в целом, такое ощущение, что он бегает по карте и развлекает соперника. При этом имеет топ-нет-форс. 20-ая минута, контроль баунсер, Рунмид Ван Тут снова дает информацию, снова на СТНТ. Пока нет БКБш, не камень, не стану. Нет глобала, нет глобала, это просто развал. Должны, должны забирать. Но кого? О, одного-второго бьют, и ни того, ни другого не собирается. У меня зайцем погнались, и, кажется, ни одного не ловят. Нет, все-таки одного поймали, зайчика. Одного поймали, да. На завод и войска. Но это очень важно. За баунтируны было подраться, забрать их. Снизу, правда, две баунти забирают ребята из ЕГЭ. А вот на топе, кстати, удалось секретным баунти накликать? Или не удалось? Три руны богатства. Все-таки забрал одну. Да, есть четыре и две руны в Артисе. Ну что, если честно, мне кажется, немножко жадно играет Фивер. Ну, очень он сильно надеется на своего сайленсера. Понятно, что глобал от совершенно ключевой, по крайней мере, до появления БКБ, ключевой скилл для ЕГЭ. Ну, сейчас у него есть как бы и Драгон Нэнс, и Майл Шторм, и только теперь он собирает БКБ. Но сейчас бы оно ему очень сильно не помешало. Впрочем, как и любой артефакт на выживаемость. То есть сейчас видно, если начинают фокусить кого-то героя, и нет глобала, то стирают его все-таки за секунду. А, опять Крин пошел. О, блинкаут. Вел блинкаут, но я думаю, он не уйдет, его не отпустят. Свап. Ну да. Хотя нет, буду драться. Нет, передумал, а что здесь так подбежал, подбежал. Ну там слишком... Натянул по воде и убежал обратно, да. Ну он видел, у противник идеальная позиция, чтобы встретить эту луну. А БКБ же-то все еще нет. Правильно подметил? Три БКБ надо команде Evil Genius с трем кор-героем. И тогда пусть покажет, на что спасают. Феникс, Венга, Инбокер, Earth Spirit своими кастами. Против БКБ приема-то особо не будет. Там будет только один Террор Бейд. Но нужно подметить, что все равно Evil Genius сейчас дают шансы. Причем шикарные шансы команде Сикрет реабилитироваться. ЕГЭ до Вилю, ЕГЭ было все замечательно. Преимущество было порядка 10 тысяч. Что мы видим сейчас? Остается 7. И Террор Бейд уже вторая строчка по Нетворцу, хотя начинал он с 6. То есть, ну вот так вот. Первое БКБ есть, это Артизи. Купил, да, Алун уже себе. 16 уровень. Ну вот скоро уже будет третий ульт. Уже будет довольно грозная сила в бою и не будет бояться всего этого бешеного логического раскаста. Ой, тяжелые времена наступают для команды Сикрет с этими БКБшками. Ну пока только на одну треть. Пока на одну треть, да. Но вот там я видел, что у Лины не хватало буквально 7-8 сотен голды. Это уже две трети тяжелых времен. И там где-то еще и Вивер, естественно, подберет свое. Как это в Дота Плюсе? Соберите, я не знаю, 3 БКБ, грубо говоря, на команду, да, или что-нибудь такое, очередной квест. Да, да, квест, квест. Выполняет задание. Да, один из трех, как бы, да, там. На одну звездочку пока они сделали. Ну и можно подождать. И я понимаю, секреты почему-то разошлись. И понятно, почему они разошлись. Можно чуть-чуть вот потерпеть. Да, понятно, что преимущество есть. Хочется выиграть игру прямо здесь и сейчас. Но до БКБшек стоит чуть-чуть подождать, сыграть поспокойнее. Но при этом, конечно, вот ниша уже Dragonlance. Мото стоял такой приятный террор бой. А почему у него вот стоит в квикбайе Митрилхаммер? Значит ли это, что у него уже остальные части... Нет, все-таки, слава богу. Я думал, вдруг у него уже половина БКБ есть и осталось только Митрилхаммер. Это было бы немножко имбово, да? То есть после такого старта иметь к 23 минуте три слота. Я бы сказал, даже нечестно немножечко, наверное. Не спортивно. Не киберспортивно. И не спортивно, и не киберспортивно. Но вообще никак. Все это еще только пока у Гарклаб до БКБшек. Ну вот подуспокоилась была игра. То есть они не хотели, другие не могли. Но вот сейчас два БКБ появилось и сразу... Очень резко поверили в себя ЕГЭ. Такой смог. Очень агрессивный. Ой, ниша первый подставит самок прокаст. И спасись. Левата стайл! Сандер и драться! А чем драться? БКБ-то нет. Там бимы залетают больно очень. Подняли мил. Кто заявил? Лина, Лина, Лина. Чтобы дать сама прокаст весь ниша. Пытается выжить супернова. Ставится ниже. Да добейте мы кто-то. В конце концов забили только сейчас. Два минуса сделали. Размен на Лину правда. Еще один минус. Всполнение командной секрет. Два в два. И это шикарно. Как жил Террорблейд? Невероятно. Это фантастика. Возможно, Юл все-таки был лишним. Юл просто подарил ему три секунды. После этого появилось время для свапа. И глобал кончился самое время. Во время Юла кончился глобал. И остальные герои начали раскастовываться. Мне кажется, это ошибка. Похоже на то. Синси перенервничал. Он хотел сделать все по-своему. Чтобы из дизейбла противника не выпускать. Но эффект свапа в NGF Spirit. Он здесь, конечно, злую шутку с командой ЕГЭ сыграл. Хотя, не знаю. Можно было, наверное, пробовать и без Юлы. Убивать сразу. По факту идеальный старт драки. Инвестировали в Террорблейд. Дали глобал. Но единственное, что Террорблейду немножко повезло. Что он дал манту именно во время. Скажем так, сразу после глобала. Через долю секунды. Так, атака на Тинни. Тинни отсюда, я думаю, никуда не уйдет. А вот и нет. Контратака на Вингу. Так. Все-таки Тинни. Тинни догонит и обезвредит. А вот Пупей живет. Пупей живет. Еще погнали. Погнали луч на Флая. Флай тоже здесь, наверное. Как он его сжигает? Смотри, Сан Рей. Санстрайк! Ну, это же класс бег. Санстрайк еще не вырос. Да, еще не дорос Санстрайк. Второго только уровня Экзорд. Обидно. А на самом деле точнейший летел. Точнейший. Кстати говоря, Инлокер почти загонимал уже. Ну, с другой стороны, глупо было бы ожидать другого. Все-таки 25-я минута. Пора бы его уже купить. Ну, после тяжелейшего начала опять весь фарм отдавали Террорблейду. Остальные довольствовались крохами со стола. Но вот. Ну, слушай, это выигранный файт для секретов так или иначе по экономике хотя бы. Это все-таки по одной секундочке по КП, но уже использованы команды Evil Genius. А когда будет секунд пять на каждом из кор героев, там уже снова Инлокер обретает свою силу. Там уже и Взор. Туда-сюда камешки свои бросает, Саленсы выдает. Поэтому то, что вот эту первую драку выдержали секреты и не проиграли ее в салат, это прям, не знаю, это прям подарок. Подарок это Evil Genius, по-другому и не назвать. И вот он небольшое такое восстановление экономики на уровне баланса. Постепенно вытягивают игру на Team Secret, надо сказать, да? То есть тут... Станстрайк на разведку. Нет, ну на Рошана заходить было бы слишком нагло. Нету полного контроля над картой в этой части. И, конечно, на Рошане драться против яйца и земелья, скажем так. Это очень, очень целонадеянно. Но вот нападают на Вингювинг, они лучшие, а цель сразу уже сварбают. Обманул всех Global Silence. БКБ-шки бежать. Сикреты переждают чуть-чуть, надо потерпеть, потерпеть, не падать. Лагуна Блейдз. Ай, успел поставить суперновую свап, ее доказать от БКБ. Но не хватает использовать таймлэпс. И пережили еще одну атаку. Сикреты кажутся прямо сейчас. Какой свап от Vengeful Spill. Как он всех обманул просто. И убежал в другую сторону. Вот надо сказать, что немножко не везет. ЕГЭ все неправильно делают, находят цель. Ну, в этой дваке я не знаю, но тот же самый Феникс, но по-хорошему заслужили. Наработали на этот килл. Наработал из форн, бежал. А вместо этого... А ну все-таки убили Феникса в итоге, но довольно дорогой ценой. Пихнул еще так напоследок в спину, так ногой, как царь Леонид. Это Спарта, да, иди в таверну, да. Что ты тут окидаешь своих Фениксов наших, убиваешь? ДД на линии, конечно, хотелось бы ей пострелять в Рошана, но в Рошана пострелять никто не даст. 4 тысячи осталось в ЕГЭ. 4 было 10. Где преимущество? Нет преимущества? Было где-то на пике, да, 9-10 тысяч. Ну вот, несколько драк и почти не умирает команда Сикреты. То есть умер Феникс сейчас, но, честно говоря, это не так много. Так это не драки даже было, это же просто какой-то минус. После старта примерно преимущество в 10-12 фрагов у команды ЕГЭ сейчас, конечно, ситуация изменилась почти полностью. Ну и нету. Да, 3 БКБ уже есть, да, то есть Вивер, Луна и Лина, но, в общем... Вивер один раз нажимал, по два раза нажимали Луна и Лина в своей БКБшке. Сентрик. Короче, Сентрик. Ну не туда убежал Шукучами, да, то есть повезло ему, на самом деле. Сейчас побежал бы вверх, но стало страшновато. Ну я не знаю, выдержал ли бы он количество этих станов бесконечных. Ну БКБ у него был не в КД, но если бы первый стан, я думаю, его бы стерли бы в секунду. Все-таки там был и Террор Блейд, и... По-моему, там был еще и Инвокер, кроме Винги. Да, можно было хорошо продолжить. Ну что, игра в очередной раз успокаивается. Не забываем про то, что Рошан ожидает своих гостей в своей норе. Пока гости к нему не идут, гости между собой разбираются. Флафлай, атакует Мокер. Опа, Торнадо внезапно оденет и прыгнул. Но все равно под прокастом и сейвит Мидвана снова в Энджипол Спирит. Тут же включается Эклипс и выживает каким-то образом Эрф Спирит, находясь просто под четырьмя героями противника, один в один. Что дальше? Все горят под магнетайзом, и, в общем, несмотря на то, что драка прошла без глобала для Сайленсера, очень хорошая ульта от Артизии. Подхарасил немножечко героев соперника, и, в общем, все просто убежали. В общем, размер один в один, но не тратили глобал, так что в этом плане небольшой плюс для ЕГЭ. Сейчас можно попробовать подраться на Рошане. БКБшки нет, слушаю, Лина, вот это тоже момент важный. Эти БКБшки особо не спасают от Эррблейда, как показывает практика. Ну, просто получается немножко излишнее, в том плане, что они нажимают одновременно и БКБ, и следом идет глобал, и фактически половина времени БКБ, оно не то что бы впустую, но оно немножко теряется. Есть такое. Да, но очередовать все-таки это очень сложно. Одновременно есть большой еще не соблазненство нажать и то, и другое, чтобы вообще себя защитить от всех неприятностей. Ну, понятно, что у Вилджиниуса в головах следующий расклад. Мы нажимаем глобал сайлент с БКБшки, и все должны умирать. А потом внезапно выясняется, почему они не умирают. Они просто бегут, как Форест Гамп. Да, и догнать невозможно. И почему-то какие-то свапы, кто-то кого-то сейвит. Что происходит вообще? Как они смеют, да? Как они смеют вообще? Мы такой пик взяли, мы глобал и на вас используем. БКБшки собираем вторыми, третьими артефактами, а вы не умираете. Пытаются поймать Феникса. Хороший тайминговый стан. И вот глобал. Зачем? Зачем? Сайвово, сайвово. Там еще, кажется, кого-то подловили. Да, вот под фокусом оказывается БКБ, есть Норнадо. Феникс байбэк, будут рады, ЕП. Феникс, ой-ой-ой. И не хочется споу контроля. И не хочется поспешный байбэк, но с другой стороны, не думаю, что пошли бы дальше. Явел Джинниус, у них уже нет банальных ресурсов. Нету ни БКБ, нету ни глобала. Надловить, надловить секретом, надловить противника уходящего. Но из споу, вот этот жучок, конечно, бегает в шокучах и поймать его сложно весьма. Не, ну очевидно, глобал был, чтобы не было никаких шансов у Веникса уйти в суперновую, потому что много раз уже на этом обжигались. Обжигались об это яйцо. И решили сделать этот сливовый килл. Ну вот сразу же выбили байбэк из Феникса. Ну, честно говоря, я думаю, игра сейчас снова успокоится с байбэком на Фениксе. Сейчас, конечно, бы забрать Феникса и пойти на Рошана, потому что без него на Рошане делать совершенно нечего. Но думаю, сейчас будет заиграть очень сливово. Но это был бы самый крутой расклад для Эвел Джинниуса, поймать Феникса прямо сейчас и его уничтожить. Да, потому что герои, ну, скажем так, не идеальны для того, чтобы забирать Рошана, но очень сильны. Все-таки Лина, Виверс со своими жучками и Луна, они должны убивать за секунду. А позиционка постановки именно Супернова, конечно, очень важна. Особенно там в Рошпитах где-то нужно поставить вне Рошпита, но при этом, чтобы твой радиус дэмэджа и поражения противника в общем-то присутствовал. Поэтому есть нюансы. Все-таки яйцо Феникса, оно как ультает Хантеры, там, бьет на полэкрана. Так что сложно им промахнуться. Единственное, что около Рошпита, конечно, очень легко поставить хороший. Но тут умирает Крит. Успил таймлэпсы боковые, да ладно. Неплохо получилось. Юлечки пошли. Тут же Флай. Пробивает в спину. Супернова под БКБ терется в Эджифу Спирит. Мало здоровья, но ниша пошел уже тоже под блокимбаром. Развальт противника. Отъезжает по моим. И так, знаете, Супернова пытаться его убивать. Супернова шикарно от Еггзона. А это Рошан? А это прямо сейчас Рошан? Или байбэкет Еггэ? Если не выкупится, то так, конечно же, сразу Рошан. А если байбэкет все равно будет плохо для Еггэ? И так и так плохо? Опять же, кого фокусит Вивер? Вивер фокусит Вингу. И Винга мало того, что не умирает, так даже если он ее убьет. Ну, то есть там и минус ауру к урону, и все на свете. И копия Винги. Ну, да, пошли байбэк и уйдут они, наверное, с Рошана. Потому что делать там сейчас нечего. Страшно. Страшно, нет БКБ на ТБ. Ну и скоро форма закончится. Это тоже неприятно. Надо пережидать. И понимают, это и Билджиниус. Появится Саленсер, у них будет Глобал. А у Террор Блейда не будет формы еще 2 минуты. Этот тайминг, это временное окно должно способствовать тому, что Билджиниусы забрали Рошана срочно. Виверу нужно давать Aegis. Кажется, нужен какой-то, ну не то, чтобы All-In, но вот какое-то очень решительное действие от EG. Потому что игра медленная, но неумолимая. Она переворачивается, накатится, так, немножечко под откос. Так 2-0 накатится, да, чтобы Сикреты прошли дальше. И как это понимают. Ну, то есть в этом плане игра не похожа на первую, где все было ясно довольно скоро. Тут, да, вот пушит Fire Spirit, но, в общем, недолго. На миде, просто все на миде стоят. Байт на инвокер, такое немножко простоватое решение от... Сваб, редко, под камешек, идеально, глобал, сталь. Хорош, что глобал и нету БКБ, нету БКБ. Нету БКБ, истан мимо всех. Инвокера забрали, Вингу тоже заберут, и остальные просто должны бежать в расцепную. Потому что если заберут Феникса, то это будет минус Рошан. Ну, аркадники Сикреты, ну какие же они аркадники? Ну, как же не своего? Вот не могут потерпеть, ребята. Дождаться террора Блейда, чтобы он был готов драться. Пытаются эти комбинации через сваб и камень быстро кого-то убить. Одна промашка, один раз ты не в тайминг, что ты сделаешь доли секунды, ты не поспеваешь за таймингами, и все, у тебя все падает. Нажимаются БКБ стороны противника, глобал, и ты погибаешь. Даже несмотря на то, что Синти, ну просто беспорядочно мажет своими станами. Бесконечно не попадает ими, но прокаста все равно хватает. Ну вот еще и заметил, что в куче драк Крит почему-то очень сильно верил в себя и находился на передовой. Хотя ему, конечно, герой, который, в принципе, нажимает одну кнопку и потом с очень большого рейнша должен раскидывать кирсы и ластворды. Ну, конечно, сложно сделать это в реальных условиях, скажем так, в полевых, но очень часто он находился под фокусом, его там месил Терреблейд, на него там раскастовывался инвокер. И часто, когда драка начинается с того, что Сайенсер под фокусом, начинается полная суматоха, паника, тем более глобал есть, глобала нету, но его, в общем, несколько драк таким образом проиграли благополучно на ЕГЭ. Ну вот сейчас они выбили два байбэка, сначала из Феникса, но сейчас уже КД на байбэк постепенно подойдет к концу. И вот сейчас еще очень важно на инвокера. Ну, в центре поставили, ой-ой-ой, а инвокера может быть видно. Мидван, вне радиуса, опять, смотрите, через камешек, опять это комбинат, это разведем рабочий, но нет, БКБ опять не получается, Артизи на развороте. Нет, не на развороте, просто бежать на БКБ. Просто бежать, просто бежать, здесь не скорость. Минус Меджиффл Спирит, нет байбэка. Артизи тоже уходит. СПО сделал темплэп прямо на ТБ. Боже, как ему больно. Ну, это поймали, кажется, Луну все-таки, да, и ее смогли уничтожить. Ой-ой-ой, а Луна-то без байбэка? А где деньги? А там, кажется, бабочка была приобретена, да, товарищ Артизи? Бабочка? Бабочку? Нет, ну бабочка почти, да. Даже не докупил. И без байбэка. Да, и вот что творит, что творит. Ну, хорошо, еще нет Вингис и ее Wave of Terror. Ну, вот тоже, как же вместит Соло ТБ, тем более под Алакрити. Ну, под него подставляться. Да, надо немножко потанковать. Ну, как он вместит даже Рошана. Сандер Евзора, правильно. Ну, Евзор выхилится. Там еще и Сандрей работает здорово от Зая. Ну, что, это достаточно простой Рошан. И опять, вроде казалось бы, аркада. И вроде бы неуспешная, потому что БКБ используется. Но ей как кинули Луну. Они вчетвером бежали в одну сторону, а Луну в другую. А очень сильно разделило драку яйцо Феникса. Да. Луна не стала его бить, потому что она была под фокусом, она бежала. Но, само собой, просто на ноге от Earth Spirit и Феникса не убежишь. Просто они тебя догонят на дайве, на роллинг-болдере. Никаких шансов. Даже дарить, когда БКБ закончится, просто заместили Луну. Ну и, в общем-то, да, вот опять Феникс выигрывает игру, по сути. Да, вот такой вот персонаж. Не зря достаивается честь и быть пыгнут первым. Причем не только там от команды условной Сикрета, а от других коллективов с разных регионов. Феникса верят, Феникса стараются брать. Очевидно, что ЕГЭ не боялись Феникса, они специально, мне кажется, его отдали, забрали с Алимсера сверху, чтобы его контрить и на лейнинг-фазе, и потом, в принципе, по игре. Ну, в общем, это мало работает. Ну, вот тот же самый Terrorblade, по-моему. Ну, слушай, это вот раньше работало. Я помню, когда была пара пиков вот этих вот Фениксов, очень частых, особенно в Китае, там есть такой парень, Виктория, он играл на пятерке Фениксов сложной таблой. И против него приходил Саленсер и его гнобил. Вот это было. Но сейчас-то ребята из ЕГЭ всегда понимали, что Феникс стоит в соло на линии. Это оффлейн Феникс. И Саленсера против него на линии никогда не было. То есть, ну, потом по игре... Ну, я писал, что Феникс сильно Саленсера-то боится. То есть, ну, суперновый, как мы видим, ставится. Глобал Саленс переживается. Ну, Глобал Саленс переживался, во-первых, не всегда. Ну, и проблема главная пика ЕГЭ, мне кажется, что у них очень хорошая драка только раз в тридцать где-то там секунд, да? Вот пока есть КД Глобала. Без Глобала они не такие уже и страшные бойцы. Ну, вот тут Инвокер немножко позволил себе лишнее. Медван вышел далеко вперед. Кстати, он без байбэка, да? Покупал по КБ, похоже, да? Инвокер. Не знаю, что он покупал, но в любом случае КД на байбэк у него должен еще идти. Но, честно говоря, линии все довольно сильно распушены. И Аегис на Трэшблэйде он не позволяет куда-то устремиться прямо в решительный пуш. А, ну вот, кстати, появились очень крутые артефакты. Появился Лотус Орба и теперь как бы Сайленс. Глобал уже не страшен. Лотус Орб, понятно, уже Юл есть у Эр Спирита. Так что Пупей собирает, подождите. Пупей купил топор силы Огра. И купил еще что-то, по-моему, да? Который не сочетается с Токраклабом. Не важно, это топор силы Огра, это наше все. Понял, понял, все. С этим можно уже играть. Да. С этим можно побеждать. Это же не персетка плюс 15 скорости атаки. Ну, с другой стороны, да. Ну что, в скаде он намеревается пойти дальше. Ниша на Террор Блэйде. Довольно дефолтный билд, то есть не стал он чего-то изобретать. Ну что, если БКБ снова статы. Потому что противник нажимает, БКБ убегает. А ты, если ты будешь под скаде, ты же вообще никого не отпустишь. Да, даже не пытается он купить какой-то себе блин. Понимает, что инициировать будут в него. Драка его сама найдет. Ему не нужно куда-то прыгать и кидать рефлекшены. Ну, неужели смогут Секреты выкарабкаться в этой карте? Они все время в роли догоняющих, все время в роли отстающих. Каждая их ошибка снова доставляет отправиться в ту самую финансовую яму. Потому что экономику команды Evil Genius всегда была в порядке. И вот за счет совершенных каких-то крутых моментов Секреты могут делать небольшие камбэки. Неужели смогут они сделать полноценный камбэк и выиграть эту карту? Сложно в это вериться, конечно, но с каждой минутой веры в эту команду все больше и больше. Как-то не странно. Не знаю, мне, честно говоря, уже последние минут 7 сложно вериться в то, что ЕГЭ смогут камбэкнуть. Потому что вот это преимущество в золоте, оно держится только за счет того, что у них Луна, которая очень быстро формит. И в целом очень большую часть карты, благодаря тому, что они снесли довольно много башен, то есть очень большая часть карты, она физически за ЕГЭ. То есть они формят и лес соперника, и свой лес. Но за счет этого у них не такие герои, скажем так, не настолько имбовые герои, которые могут за счет перефарма что-то сделать. То есть все-таки очень простая и хорошая поставленная драка. Есть замечательный сейв от Винги, есть вот такие страшные герои ТБ на всех стадиях. Но тем временем небольшая стычка. Придут за Тени. Тотали это цель, Магнатайс работает, бьет, ищет, а потолакрит. Житопойн, на Тених падает, из-за него никто не заручился. А Тени без Байбека, кстати говоря. Ну вот уже сильно отпушен вниз, надо будет, наверное, кому-то лететь вниз на защиту. Мидуан, купи БКБ. Купи БКБ. Мидуан, пора. 38-я минута. Ладно, БКБ для слабых. Хотя нет, БКБ для сильных. Для сильных. Для сильных тоже, да. Ну может Пупе тоже на БКБ намеревается еще. Зачем ему топор силы Огрота еще? Ну, возможно, какая-то алебарда появится в будущем, но это сильно в будущем. Все-таки. У Пупе простая, он простой роуминг между таверной и дракой. Ну да, хороший роуминг такой. Долго ходить не надо, далеко ходить не надо. Да, вот она БКБ-шка 10-секундная. Ммм, как хорошо. Не страшны теперь ни саленсеры, ничего не страшны. Главное, за проказ просто не погибнуть. Вот это вот самое неприятное будет. Погибнуть там, например, с рассказа о тени Элины. В целом БКБ-шку нажимаешь и начинаешь вставать налево-направо. Пока Мидуан в целом вот в качестве раскидывания нюков не ошибался. Торнадо были замечательные, насколько я видел. Ну вот пришло время реализовывать, собственно говоря, Аегис. Да, ну просто что вытворяет Рэдблейд с башней и подгалакрите, ну страшно это посмотреть. А вот Аегис кончился. Реализовать не получилось, но с другой стороны ничего тоже не потеряли. И, в общем, по золоту потихонечку догоняют. Ну вот, перешли, мне кажется, к сплитфуж доте, да? Ну да, потихоньку. Мидуан Дженюс другого варианта не находит. Атак пошла на СВО. Юлу поднимает гипзор. Ну, БКБ тапаут. Ну или вот так. БКБ должно быть уже 50-кодным, правильно? СВО уже не стесняется уже прошивать. А, ну с 25-го уровня, да, с небольшим ускорением на Шокучах может бегать. С небольшим? С минимальным, да. МКБ. Лоны повышает свой ДПС в драке. А там Скади у Террорблейд, это очень страшно. По-моему, Террорблейд купил себе Скади, не оставляя себе денег на байбэк. Это как нюанс, который нужно учитывать. Но я подозреваю, что до появления следующего Рошана драк у нас никаких нет. А он не планирует умирать. Ты знаешь, у него все-таки есть БКБ, у него есть Монта и Сандер, у него есть Кинга, которая, по идее, должна подсейвить. И плюс очень важно, как и для этой игры, есть парочка лотосов, которые позволяют жить. Контроль по антирун, по две на этот раз для каждой из команд. ЕГА забирает снизу секреты. Но обеспечивают себе пространство вокруг Рошана, но надо бы завардить точки все базовые, всевозможные подходы к этому Рошану, чтобы просто обладать лучшей информацией и иметь лучшую позиционку. Слушай, а ты помнишь, когда последний раз ЕГА выиграли драку? Потому что, ну, были какие-то пиков, да, там где-то загуливал инвокер, еще кто-то, ловили там, условно, Вингу Феникса. А вот просто полноценная драка 5 на 5, даже под глобалом, мне кажется... Такого вообще, по-моему, за игру не было? Нет, ну, поначалу как-то... Но они же в лейнинг выиграли, и за счет того, у них было большое преимущество. А, даже так, да? Потому что полноценный драк 5 на 5 они не выигрывали. Ну вот, добрый вечер, Люди АТБ дерется с Вивером, Вивер должен убегать. Опа, СПО, быстро, СМАП, Глику сбили тут же! Дизейбл, и они моментально его уничтожили! Что это за фокус? Это не фокус, это 5 героев, подаур и Винги. Это симфония способностей, это красиво. Дота симфония в скиллз, да? Это очень красиво было, но это прям... Это без байбека, Вивер. Ну как теперь защищаться-то? Ребята из Эвилджиниус на ровном месте, 10 тысяч преимуществов было, а теперь какая ситуация? Сам страйк на Синси, да ладно, не топило чуть-чуть. Живет, живет, Лина уходит, но... Ну и вверх ломать? Да, вверх ломать не сломать нельзя, там очень много башен. Кстати, интересно, что они даже в трон не идут. Мне кажется, что они могли бы их похарасить. Вот так просто игра выигрывается, нет? А как? Ну, атака на ТБ, ой, ребят. Убили, убили, получилось, все хорошо. ТБ майбек все-таки нафармил. Эклипс пошел, минус Феникс, останавливают Ипзора. Как-то просто Феникс умер до всего, до ульта, до всего на свете. Интересно. Я с воротик буду драться, Таш, вот так, ничего себе, втроем. Минусует Луну с прокаста, шикарный рассказ Мидвана, Критом, Теренем, Тослид, Ипзора, мало здоровья у суппортов, они оба отправляются наверху. Некому, некому драться уже, то есть основная ударная сила, такие Террор Блейд и Яйцо Фениксов, всех убили. Ну, вот Мидван убежал, ну, в общем. В общем и целом потеряли мид, потеряли и Т3 на топе. Ну, вверх остался все-таки барак, остался, это самое главное для Evil Genius. Потерять сейчас две линии, это был бы совсем кошмар. Ну, что, Порошан, тайминг какой? Артизий не стал выкупаться. Что делает, товарищи, вот этот вот парень на иной керешной связи? Я думаю, что даже по КБ он, в принципе, мог... А, ну, АТОС, ТОС, ТОС, АТОС в КД. Бывает. Раскладец. Ой, какой неприятный тайминг для Evil Genius. Противник в таверне, Арашан не появился сразу. Как бы повезло, сейчас Порошан появился. Да, Ирун на ДД еще лежит на топе, как раз как издевательство такое. Хороший, кстати, урон ДД и Аркан И то и другое очень Одну там Линия, например, другую Луни, в общем Все для Лины Ну, ДД тоже неплохо смотрится, да Хотя артефактов на урон у Лины, конечно, пока нет Она же Анка-пулеметчица Тура-та-та-та-та-та-та-та-та-та Давай все собирай О, смотрим, все собирает А Рошана нет Ай-яй-яй Как же сейчас? Можно, он заходит Нет, он даже не заходит Прочекал уже его тиммейт Что Рошана нет Можно пиков какой-нибудь Не, ну можно вот Поставить хорошие агрессивные ворды Пока соперник в таверне прохлаждается Ну, я думаю, сейчас Пупей наведет порядок в своем лесу Как там киперов в игру в Warcraft 3 Что случилось в наших лесах? Да А, нет, это дрядка была Ну, в общем, Пупей бежит и спрашивает уже, да И сейчас резается Феникс Ну, что? Грозный Terrorblade 25-го уровня пока, правда, нету Нет этого читерного кулдауна на Reflection Пупея подняли Эспос били лингу Эспо, кстати говоря, без байбэка Но уничтожает Venture for Spirit, который байбэк имеется 5 глобал, чтобы забрать одну венгу Ну, не знаю Так ли венга страшна Страшен был и обзор, который ворвался с камешком И они поднимали прекрасно У Вивера нет байбэка А Эспо прям в эпицентре событий И если бы вдруг Не нажать глобал И получить камешек Да, при случае пойдет обратно При случае пойдет обратно К камешек Игарос, да, фейцо Согласен Сейчас будет второй Рошан, да Я так понимаю, появляться Странно, что с такими героями Рошан забирали только один раз Все-таки третий Рошан даст Некоторые преимущества Ну, понятно, любой из сторон Все-таки рефрешит шард Особенно для Сайленсера Учитывая его печальный кулдаун Итак, инициация Атака в центре Синдзи успел БКП Ставит Супернова И Сво пытается ее развалить Но пока только один лидер не помогает И Сво Таймлэп успевает нажать Тоже уходит Пока разбегаются в разные стороны И Вилджиниус пережили Супернова Что дальше? Ниш идет по Талакрити Получает пик Ниш отходит Катаклизм пошел Нет дэмэджа И он в таверне У него есть байбэк И вот Джиниус пока аккуратно Раскатили противника Все пока получается неплохо Совершенно верно Они наконец-то перестали Принимать лобовые драки Они забирают Действительно пиков Под глобалом Потом они просто Ну, не дерутся на мужика До 5 на 5 Хорошо, тебе прожали боковым Просто убегаем У нас тоже есть БКБ Есть мобильные герои Вивер, Луна, Лина Ну, кто-то больше Кто-то меньше Но в целом Переживая первый бурстовый урон Они просто уходят И потом После кулдаунов В защитных способностях Они дают уже свои лагуны Сдают Ну, прочие нюки Ну, по крайней мере Они стали драться лучше Чем это было всю игру До этого Ну, пора Уже пора Опыт Да Ну, учиться на собственной игре Отрицательный опыт Тоже опыт, да Согласен, да Учиться нужно прям по ходу Даже своих ошибок Все верно Ну, действительно Получилось здорово И сейчас они знают Что Террор Бэйд И заканчивается метаморфоза Нет, конечно, глобала Это неприятно Но темнее не полным составом Моего Джиниуса Сайвер Спирит Байбэк еще не делал Террор Блейд докопил Харикен Пайк Все-таки хочет он Больше мобильности Миди в драке Мидвана просветили Но не поймали А Вижен-то и нету Ай-яй-яй Опасно Там было, конечно, БКБ Но, тем не менее Это было очень опасно Да, ну, опять будет Стояние сейчас при Рошане Слав, на ИСПО Линьки там уже и не было Колснэя получает Торнадо тут же в тени Залетает Отбрасывает способностями Сикреты И Вивер догоняет Дальше Зайк Есть у Карус Дайв Уходить Убегать под вышку Ну и Рошан там будет Сейчас падать Байбэк уже делать не хочется Но бояться Страшно, страшно Ити на Рошана Потому что Ну, в любой момент Феникс может вернуться Поставить Поставить Супернова Будет непросто Появляется глобал С Аленсера Ну, страшновато Страшновато, согласен Есть выкупы У всех ключевых героев Есть Очень близкий Удобный шрайн Чтобы телепортироваться И снова Влететь в драку 35-25 Тысячи Меньше тысячи Преимущество остается Снова атака на Сент-Ти Пошла моментально Пытается разорвать БКБ, нажимает Допскать Уже не отпустит Но есть Юл Пока живет Ниша идет дальше Катаклизм Дальше есть глобал Но катаклизм был уже использован И что идет дальше Ниша использует Сандер Байбэк Отлина тем временем Используется дальше идет Феникс И если Карус Дайв ставит Супернову свою БКБ бежать Всем бежать Торнада мимо Кажется будет Тортиз встречает Иглицу сверху Тут же пиков Нишу Смапнули Сюда же Поближе Ниже Бласт идет дальше Он просто забивает Противник Они используют Байбэк И никого не теряют Сикреты Флай пытается сжечь Просто зай Не получается этого сделать И Сикреты шикарная атака Наглая Но шикарная И все это было С использованием глобалостно Характерно Очень больно Очень больно Но пытался на развороте Подраться Артизией Не по шансам Просто не по шансам Слишком много целей Для Эклипса Я и сперевживался В один момент Когда По-моему Ебзорд толкнул Террор Блейда На хайграунд Под Эклипс Я думаю Сейчас что-то произойдет Там уже сам Со словами удачи Удачи там, брат Но как-то все получилось Ну понятно Что в туман войны Как бы он его толкал Думали Ну понимал Что скорее всего Не уйдет Хотел максимум Импакт снести до этого До своей кончины Ну вот так Даже не хочется Покусить этого героя Но даже банально Свап Пупей Неплохо Ну Пупей Наверное Здесь не жилет И теперь Штрамп для урона Кто ее убил? Ниша 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 не отпустил Пиу-пиу Пиу-пиу Ниша Какой жесткий Террор Блейд Вплотную к тебе Приближается Ты знаешь Террор Блейд в зоте Лет 10 И все 10 лет Ну больше Он одинаково жесткий Был всегда Да Всегда он выигрывал Любые игры Ну и тем более здесь Такого даже Суперкомбэка нет А его тоже 10к ведут После многочисленных Байбэков соперника Уже много ведут Сикреты Снесли анимит Это что это за урон Такой ниша Подалакрити Чего ты там объялся Ниша Откуда такой Такая скорость оттанья Вот этот вот Лучик от Скази Который как бы Меняет анимацию Атаки Он почти сплошным И как у нас вечера Вот эти стрелы летят Под стрейфом Вот так же и у Ниши Ну вот забрал он себе Все по-моему Все плюшки И Аегис И сыр Жадный Жадный Террор Блейд Ни с кем не делится Шарп Еще какой-нибудь Получился Появился у Инвокера Да Ну и вот Да Вот это вот Четверка Тини Который врывается И умирает Конечно немножко Не оправдывает себя То есть Не так он полезен Артизи БКБшку прожал Уйдет Ниша в Инвизи Вот это да Опасно в спину Зашел Хекс Дали от Инвокера А теперь бить БКБ Нету Есть порста Второй порста Толкает Артизи И Глобал Сален Чтобы жить Но Ниша говорит Окей Флай Раз так Я тебя сейчас буду убивать Нет не будет убивать Выживает Флай Тос Террор Бейта Недалеко Сандар Крит здорово Метеорит куда-то мимо Камешек полетел Есть Саленс Крит До базы добежать До дома до хаты Санстрайк Крит выживает Делят Делят на лык Санстрайк И выжил Крит Но даже бить его не хочет Этого Террор Блейда Просто вешают на него Лотус Варб И что ты ему сделаешь Сыр съел До формы 50 секунд Но падают бараки И опять Хекс Опять бьют И снова Форстаф И Форстаф пока сейвит До формы 50 Долины 20 Ну конечно На эту сторону отдают Ну я думаю Просто уйдет после этого Команда Тим Сикрет Нечего Нечего им тут делать И нужно подпушить низ И в общем-то Пупи уже этим потихоньку Занимается Распушивает нижнюю линию Иллюзия добить барак 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 Хорошо Замечательно Иллюзию Террор Блейда Просто Не взять Калкулейт Все четко В рапирку вы ходите Да я так понимаю Террор Блейд Да вы просто без лишних А то есть вот так Ну просто Кикбай стоит рапирка Ну а чего Ну в принципе Ну аниша чувствует Вместо Аегиса Знаешь ты Классика За все страдания Первые 25 минут Он сейчас купит рапиру И покажет всем Кузькину мать Террор Блейд на четвертой минуте Был второго левела Если не ошибаюсь Тб был третий И снизу Бонетвор в своем время Не он просто был второго левела Он даже не мог опыта получить Его просто гоняли Щемили Гнобили Делали с ним все что угодно А вот Камбэк Израил Израил Совсем прям Израил конечно Десять тысяч Впервые за эту игру Сикреты выходят вперед Опа Поймали Кто закуливает Пупей Сейми Тосс Инвокер Жить БКБ Отбрасывается Но добивает Синси сам БКБ Поражав Тоже байбэку Инвокера нет Развороте будут драться все равно Но встречает Бима Ебзор Очень плохо все делает Сикреты Остается ниже просто Против всех Ебзор делает байбэк Надо тпшечку на святыню Приходите помогать И Синси кажется Остается под фокусом Есть Хекс Его не спасти Как бы плохо Они все не делали И потом в конце В драку приходит Террорблейд Нажимает райт клик И Либо ты бежишь Либо ты в таверне Это не честно Ниша один Разворот Ну Все таки Все таки Инвокер Был неправ Кто без байбэк Инвокер вообще В эту игру загуливает Очень прилично То есть Сколько он умер После байбэка Как-то раз Ну вообще Не лучшая игра Медвана на инвокере Явно В плане раскидывания Способности в драках Он молодец Он красавчик Но в плане того Отдался Это плохо Не Ну наверное Он не ожидал атаки Наверное Он думал Что будут Более пассивно Играть в ег Но Честно говоря Должен Быть всегда готов Должен быть всегда готов Да Такие ребята Агрессивные Ну вот ничего нового Не может себе купить Луна Рапиру тоже хватит Рапиросик Затаник Рапиросик Ну думаю Вторая рапира пригодится Думаешь так Вот прям Конечно А может быть Инвокеру Подожди Может быть Инвокеру А может быть Пупею Хорошая пассивная Может и обзор Дать рапиру И просто собирает Артефакты Ну как бы разные Тут на инвиз Тут как бы там Топор силы Тут брейсер Мне кажется Знаешь так На распродажу Приходит Как бы где-то Смотрит Что со скидкой И берет Рапира со скидкой На полу валяется Это было бы неплохо На халяву Можно будет взять Много денег Очень много денег У ниши Ну вот вопрос Да Такой достаточно Принципиальный Рапира или рефрешер Мне все таки кажется Рефреш Наверное понадежнее Вот смотри Вот сейчас будет ответ А у него сейчас Будет форма Нет формы еще нет Ну и ладно Зачем ему эта форма Причем даже не пытается Скрыть в Торопир Он просто идет В Торопир и вперед Ну видимо еще есть На Аегисе Минуты полторы Наверное Может чуть поменьше Вот Блэдмейл на Тинни Ооо А это игра Против Торопиры Это переворот Это то Как когда-то Алхимик победил Команду Виртус Прокупью Блэдмейл Шестым слотом И снайпер сам себя убил Это вот примерно Такой же план у Тинни сейчас Чтобы ниша убился Убился об этот Блэдмейл А что если он его просто Проигнорит Не станет его бить Там есть 4 героя Без Блэдмейла Это нюанс Это будет неожиданный Поворот Давайте всем Блэдмейл Все Блэдмейлы Это против инвокера С катаклизмом Я слышал Он плохо работает Смотри Все прожимают Блэдмейл Катаклизм залетает И ниша еще всех бьет Блэдмейл С рапирой Идеальная драка для ЕГ С талантом Бонника Который бьет по всем Да Ну что Байбэк есть у Сайленсера у Ивера С одной стороны С другой стороны у Террор Плей да Пил 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 Нету башенки Это рейндж Да Это нормально Ну Причем он кстати даже выложил Пику Пику да Все равно рейнджа более чем достаточно Он наверное талант на рейндж еще взял да Или что то такое Кончился Аегис Кончился Аегис Началась пика Ну слушай Вот Аегис закончился Как то уже начинает немножечко Ну вот вот Страшненько быть За эту рапиру В инвентаре Прям Ой Это не настоящий Смотрись Как он превратился Террорблейд Пытается зафокусить БКБ Нажимается Рефлекшн И пошел Бит Здесь глобал Террорблейд просто бьет Одного второго Террорблейду Смап Очень странный Замп Чтобы из подпокоса убрать Лагуна Блейд И же падает Рапира падает Мидван пытается подобрать Нужно трат в СНС Есть Юл И хп мало Супернова стоит Питером Пока Эвилджиниусу Супернова Надо добивать его Надо добивать его Но нечем Пупей перед своей смертью Кидает станчик Еще и не умирает Сам флаг погибает Байбэк Байбэк от Саленсера У вивер байбэк имеется Мидван залечивается От ебзора Есть конечно же урна И рапира Вот она Вернули Рапира удана была обратно Своему тиммейту Мидван подстраховал Все в порядке Странно что не нужно Не все вперед Потому что там осталось Только всего и ничего Без глобала Только тени и луна Ну Как же это страшно Четвером сейчас будут Ребята из Эвилджиниуса Террорбейк придет Четвером Я вижу только троих Но вивер сейчас делает байбэк Да байбэк уже сделается Вот они вчетвером Ниша Лоду сорт на себя Бараки Мало хп остается Во что бы то ни стало Эвилджиниус нужно убивать Террорбейк Они знают У него нет аэгис У него нет байбэка И знают А в этом прекрасно Сикрет Ити или сейчас Заканчивать игру Или отойти И подождать Немножечко захолдиться Дождаться следующего Рошана Каков будет план Тим Сикрет Отойдут Понадежнее сыграть Думаю да Минут на 6 мы еще увидим Затяжку этой картины Хотя нет Смотри-ка Смоук Смоук И поколено Что происходит Смотри Земля с тараской Ты хоть раз такое видел Смотри Быстрый фокус партизи Через вам Хекс Слетает На лагерде Пошел Ниша Бкб Нажал И просто бить Просто бить Камень туда Катаклизм Сады Бешатся Плуна Есть байбэк Лина байбэк Тиро Блейд под фокусом Остается Нужно слабить Нужно слабить Лагуна Блейд Рапира падает Он без байбэка Камбэк Сикреты Куда же мы пошли Тородные Подожди Метеорит Это же крица карта Бласт Бласт туда Отличнейший Отличнейший эклипс По всем Гонит всех Хартизи Торнадо Вдвоим Шикарно Мидван Бкбшек нет Можно драться Ставят неплохой Айс-вол Пупит Дерется до последнего Тоже Здесь криц Прокастом Лишает жизни Суппортов Уверспирита Байбэка Не имеется Горит в это время База Горит Т4 Одно уже упало Другое Пушится Но вот Нету Нету наверное Байбэка Уверспирита Потому что Только что он покупал Тараску Уверспирита Байбэка УТБ Но так далеко Крипы Есть инвокер Который может Мне кажется В одиночку Отпушивать Кучу Сил противника Тем более Даже не подпускать Их к базе Луна Забирает Рапиру Собственную Покупать Трофейная Трофейная Рапира Есть Сейчас Интервала Еще и взять Ну как это Аркада Ну секреты Ну можно же Надежно было сыграть Ну можно же Отойти Скучно Скучно Какая скучная Какая это скучная Карта Ну ведешь 20к Вот у тебя Рапира Я сегодня с утра Проснулся Смотрю первый матч Второй матч Вот там скучно Там 2-0 2-0 Сегодня мы смотрим Первую карту Этого противостояния Скучно 6 минут ждать Скучно 6 минут Пока придет Кэдена Байбэк Пока Лестница Новый Рошан Пока его заберем А зачем Если можно Сейчас прям пойти Не ну я думаю Они не знали Что есть байбэк у Лины В этом ключевой момент Они считают Что вот из 20 секунд 30 секунд До появления Лины Они инициировали Замечательно Луну Убили Луну Там тем временем Врыв на Тине Тине на Форстах Уходит Ну да Вот Блэдмейл Так Психологический эффект Да и просто бежать Бежать Потому что умирать Больше никому нельзя Ни Фениксу Ни тем более И инвокеру Байбэк есть у инвокера С одной стороны С другой стороны С байбэк у Тине Вот два байбэка Что купил себе А МКБ себе приобретает Артизи Ой как Рошан Сейчас будет ловко-то падать Ловко Быстро Там шарт А еще и муншарт Был съеден Артизи Но действительно Деньги-то тратить На свою рапиру не надо Есть халявы Деньги не считай Проверь Мидван проверь Почуй Почуй Что что-то происходит Неладное в этих кустах Пупей Ты прочувствуй Пупей Ты должен понять И он понял Он дал стан И команда должна Потянуться прямо сейчас А драться некому Драться некому И Хекс Хекс Спасти Спасти Луну Надо без байбэка Мидван драться Торнадо Сейчас Луна развернется Пытается Рошан добить Катаклизм Смапы пошли Чтобы Рошана не добили Рошан падает Мидван А Еге забрал себе Они умирают дома За это он сейчас Очень серьезно поплатится Спасает его Феникс Мидван Да ладно БКБшки нет БКБшки нет И тут Ниша приходит Ниша рефлекшн Драться Мидван Помоги ему Допить Мидвана Но некому Санрей Жикарный Они просто все Умирают там В Рошпите Эвилджини Зас трипл килл Ниша Сикрет ГГ Это фантастика Какая-то Что произошло сейчас В этом моменте Ты просто Пупей Он почувствовал Он понял Он пошел туда Услышал вот этот Скрип Глевов Луны Которая вот Да Крутая драка В конце Такое ощущение было Что сейчас Вот эта драка захлебнется Инвокер умрет Не успеет состилить Егис И ТБ еще не появился И как бы Ну команда Помощи нету Но секунда в секунду Тютелька в тютельку Все успели Это игра таймингов Это игра скилла Это игра Комбинации способностей Это секреты Которые проигрывали Десять тысяч Полностью проиграв Стадию Эрли Гейма И вытянули такую карту Выиграв эту серию Это браво секреты Браво Пупей Браво команда Заслуженная победа Это был крутой матч Это было крутое завершение Сегодняшнего дня Да конечно Идут секреты Пожимать руки Evil Genius Evil Genius Недовольны Но обвинять ЕГЭ Ни в коем случае нельзя Без Сумаила Приедут на мажор Там посмотрим Да конечно Все таки Без Сумаила И с Сумаилом Это две большие разницы Как говорится Ну посмотрим на мажоре Как далеко пройдут Evil Genius У них будет время подготовиться Соответственно Ну а секретов Игра продолжится Продолжится на завтра И будут они продолжать Радовать своим исполнением Ну блестящий матч Мне уже больше нечего добавить Блестящий матч Нам добавить нечего Она наверняка Что-то может добавить Наша студия аналитики И мы передаем ей слово Ярчайшее сражение Друзья Сикреты В абсолютно невероятной катке Обыгрывают команду Evil Genius Таким образом Сегодня уже Третий американский коллектив Покидает турнир Но это просто не игра Заглядение Перевороты Качели Хайлайты Драки Байбеки Все что нужно Полный набор Форс обещал Красивую игру Хотя бы одну на турнире Вот она Только что была Красивых игр Это много было За сегодняшний день К сожалению Единственная Не хватало нам Именно крутой развязки В доте Таймингов Такого Рошана Рапир Наконец-то Наконец-то На самом деле Я даже не знаю С чего начать Потому что Столько в этой игре всего Ну Да можно прям по порядку С линии С лайнинга С того как ТБ Страдал Как все остальные Пытались что-то выфармливать С того как Форс ругался на Лина Всю игру Ну За кадром-то я могу ругаться Но Понятно Здесь я могу сказать Только то что Си 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 Не самым лучшим образом сыграл Я уверен Что он может намного лучше Будем смотреть по окончанию игр О том Ругать или не ругать Вот Ну Есть смысл ругать Наверное Си Си